Питер ТВ Питер ТВ Питер ТВ Питер ТВ Питер ТВ Питер ТВ и повидаться со своими поклонниками лично в том же дворце, выступить, еще раз рассказать о событиях Второй мировой. Это всегда можно, знаете, что-то дополнить и так далее, конечно. А в дальнейшем, если некие ограничения все-таки затянутся, вы планируете делать больше онлайн-лекций и выступлений? Возможно, возможно. Я и так, у меня на канале Здравого Смысла стримы почти каждую неделю или раз в полторы недели. Я много даю интервью, вот сейчас дал французам, потом британскому отделению Аль-Джазиры, немцам, нашим радиостанциям, вот вам. Так что, да, я перехожу в онлайн, хотя даже, вот видите, даже на карантине невозможно как-то отдохнуть и приобщиться к весне. Нет, да, потому что хотят это все, давайте воевать, давайте интервью про политику и прочее. Кстати, вот как раз, да, 9 мая, Вторая мировая война, и касаясь вот этой ее темы. Последнее ваше видео на канале Здравого Смысла было посвящено мародерству маршала Жуко. И в рамках изучения, соответственно, вы чаще стали обращать внимание, и вот, соответственно, лекция в Петербурге была этому посвящена, историческим личностям, ну, на Второй мировой и советского времени. Как вы вообще сейчас начинаете собирать и систематизировать информацию, находясь в том числе и на карантине? Ну, во-первых, видео не мое о тех, кто занимается каналом. Во-вторых, не я посвятил мародерству Жукова, а я просто зачитал документы сталинские, официальное расследование еще при Сталине мародерства Жукова. И вообще мародерству Жукова сначала посвятил время и действия сам товарищ Жуков, крестьянский сын. Это во-первых. Во-вторых, последние мои видео, они посвящены, там, часовые видео, вот эти стримы, они посвящены искусству, культуре, они посвящены певцам, режиссерам и так далее, и так далее. То есть я вот не зацикливаюсь на этой военной тематике, вообще не надо жить войной, тем более мародерством. Что касается документов, я ведь сейчас ничего не начинаю, я уже три года целенаправленно занимаюсь историей, вот созданием книги о Второй мировой войне, потому что это очень долгий, трудоемкий процесс. И уже в Европе во многих архивах работал, в Германии, в Италии, во Франции, потому что многие документы в Германии были уничтожены, либо вывезены. Ну, что-то было возвращено, что это нет. Совершенно удивительные документы я обнаружил в Италии в частных хранилищах потомков, участников событий, что-то, так сказать, через определенных попов в Ватикане, во Франции очень-очень интересно, тоже частные. Опять-таки, вы знаете, вот частные семейные архивы, вернее, семейные, я бы так сказал, да, они, конечно, хранят замечательные документы. Вот, так что никаких проблем нет. Сейчас все это я вот перевожу, изучаю эти документы, и как бы этот процесс не начинается, а продолжается. Ну, и давайте тогда про книгу вкратце соберем информацию, что сейчас о ней известно. Расскажите, пожалуйста, тогда. Вы работаете над ней, как я правильно понял, три года, и сейчас вы просто собираете исторические источники или уже повествование какое-то? Ну, я же сказал, что я уже собрал источники, я сейчас их перевожу, так сказать, аналитически в монографический текст, да. Что известно о книге, это мы как стилистически, вы странно спросили, вот я ее пишу, вот то, что известно о книге. Когда она выйдет, мы ее обсудим. Пока можно обсуждать уже вышедшие книги, да, или какие-то события, еще что-то. Справедливо. Собственно, о них сейчас мы дальше и пойдем, ну, продолжим разговаривать. Недавно в онлайн-версии издания «Шпигель» обнаружил, соответственно, реплику главы МИДа ФРГ Мааса и историка по фамилии Виршинг. И буквально, значит, недавно в колонке, посвященную, соответственно, дню окончания Второй мировой войны, 75-летие, они заявляют, что только одна Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Тот, кто пытается представить другие народы в качестве преступников, переписывает историю, вносит раскол в Европе. Кто бы ни сеял сомнения по этому поводу, он выбирает жертв неправильно, эксплуатирует историю и разделяет Европу. Как вы относитесь к данному высказыванию немецких официальных лиц? Знаете, мне абсолютно наплевать на любые высказывания любых официальных лиц, потому что они не являются историками. Ни немецкие официальные лица, ни американские, ни русские, ни занзибарские, никакие, они инопланетные. Можно обсуждать только мнение ученых, причем тех ученых, которые занимаются этой темой всерьез, какой бы то ни было темой всерьез. Что касается Второй мировой, вот вы очень много что-то там цитировали бессмысленного товарища, хера, значит, но это бессмысленно. Давайте поговорим про суть происходящего, вообще суть произошедшего много лет назад. Прежде всего, никакой бы Гитлер, никакой бы Муссолини не пришел бы к власти, по всей видимости, если бы трудящиеся Европы не были смертельно напуганы тем, что сотворили с Россией, захватившие в России власть большевистские бандиты. И это не мое мнение, это уже в науке утвердившееся мнение, и об этом знали все современники. В России знаменитое есть письмо, официальное письмо, письмо наверх правительства академика Ивана Павлова, который писал о том, что в Европе не было бы фашизма, пока у нас не появился наш большевизм, и что наш большевизм фактически такой же кошмарный, как и этот фашизм, явление. Вот, это первое. Второе, надо помнить, что чтобы на чего-то, на кого-то напасть, вам в 20 веке, и не только в 20 веке, вам необходимо, что оружие. Там уже много металлов разных и прочее, и прочее. Значит, гитлеровская Германия была под санкциями бездуховного Запада, если вы в курсе, как, кстати, и Муссолини. Вот, Гитлер был под санкциями бездуховного Запада. И кто ему, кто Гитлеру поставлял ресурсы перед войной, чтобы он мог вооружаться, чтобы его режим мог выживать и так далее. Ему поставлял эти ресурсы в огромном количестве товарищ Сталин. Затем надо помнить обязательно, что вот такой первый победный парад, он прошел когда? Где он прошел в Бресте? Это был совместный парад вермахта и рабочей крестьянской Красной Армии. Там все обратались, улыбались, куча фотографий и прочее, и прочее. Раздербанили Польшу и прочее. СССР – это не совсем такая голубка, которую нарисовал Пикассо или Пикассо, если иметь в виду, что он испанец. СССР напал на Финляндию. СССР раздербанил Польшу. СССР прихватизировал Прибалтику. В Прибалтике, в Западной Украине начались что? Начались репрессии против мирного населения. СССР прихватизировал часть Румынии. То есть вот прям по периметру, с кем граница, с тем почему-то на того и нападали. Что есть мирного, я не понимаю. СССР поздравлял официальная советская пресса, я подчеркиваю, в личном письме какой-то Сидоров, какого-то Мюллера. Официальная советская пресса поздравляла Гитлера, Германию, со взятием Парижа. То есть с захватом части Франции. За этим последовала депортация и уничтожение евреев. Вот, так сказать, с этим замечательным мероприятием, со взятием Парижа, официальная советская пресса поздравляла Гитлера. Торич Молотов, чьи портреты сейчас носят его потомки, он жал руку кому? Сами понимаете, кому. Вот я не жал руку этому человеку, да? Черчилль не жал руку. Там Виктор Суворов, Солонин, они не жали, да? А вот Молотов жал. Ну, и так далее, и так далее. Ну, что мы будем говорить? Это все уже давно понятно. Что касается официальных лиц, я вообще не советую всерьез воспринимать, что они там в силу своей официальности вынуждены или в силу полной невежественности говорить. Кто? Как виршинку. Виршинг. Не знаю. Не знаю. Виршинку. Он должен слагать вирши. Это его прямая обязанность. Тем более, что он, видите, он такой юбилейно высказывающийся. Пусть высказывается. Хорошо. Собственно, как вы сейчас относитесь к изменившемуся формату празднования 9 мая в России с онлайн и даже партизанским, как вот недавно выяснилось в Петербурге, бессмертным полком? Партизанским? Ну, вот сейчас, например, у нас в Петербурге случилась такая штука, что, несмотря на то, что бессмертный полк перешел в онлайн, огромное количество горожан все еще вытащили портреты и стали гулять по Невскому. Ну, вы знаете, премия Дарвина, она никогда не будет плакать в одиночестве, да? И я считаю, что премии Дарвина, конечно, надо вручать. Первое. Второе. Я вообще, видите, я, как патриот, я несколько дней назад даже написал в Фейсбуке вот к Путину обращение, вот что за безобразие. Это парад, он прописан в законе. Это вообще важная вещь, которая нас связывает с Крепом. Мы обязательно, ну, конечно, не мы, а Владимир Владимирович, он должен был провести его и вместе, причем, смотрите, чтобы там был выдающийся наш боец Шойгу, да? Вы знаете, что он очень крупный военачальник, он же министр обороны, и у него большие военные заслуги. Значит, Шойгу должен быть обязательно. Обязательно должен быть высший наш генералитет, потрясающий вот этот вот, да? Вот. И, конечно, лично Владимир Владимирович. Я не понимаю, чего они боятся, чего они трусят, какой-то там вирус. Потому что они одолели печенегов, они одолели половцев, они одолели, значит, неодертальцев. Просто я абсолютно в этом убежден. Или, по крайней мере, могли бы одолеть, ну что там, хотя тут как бы у всех почти 3% геномен, но неважно. Вот. И поэтому какой-то вирус... Тем более ведь эти КГБшники, они же верующие, да? Они себя заявляют верующими. Значит, ну, вообще это все нипочем. Потому что верующий человек, он по определению, там в Евангелии написано, что если в нем есть вера на хотя бы там горчичное зернышко, семечко, он может излечать, излечивать безнадежно больных, да, смертельно больных. А все-таки китайский вирус, он, конечно, очень опасный, но нелепро, да, понимаете? Вот. Так что, как вам сказать? Я считаю, что должны товарищи эти... Сейчас, секундочку. Должны товарищи не бояться, а идти прямо вперед, значит, на все парады. Обязательно взять с собой попов, священников, да, обязательно, потому что попы своей молитвой должны как бы защищать вот все это воинство, это богоугодное воинство, да. И, кроме того, если вы читали «Жития святых», допустим, «Житие Александра Невского», такой был замечательный персонаж, вот, там про него как раз «Житие» все и выдумали, все эти подвиги, там, значит, врагов после уже этих вот всех новгородцев, воинов преследовало воинство небесное, ангелов, воинство ангелов. Я не понимаю, почему на парад не вывести воинство ангелов, потому что сейчас же у нас такой гибрид, понимаете, между совком и вот православной традицией, которая благополучно померла в семнадцатом году. И все это еще надо вот объединять, все это объединять и вперед, так сказать, ну, почему же? Обязательно, конечно. Справедливо, вперед и с песней. Да, именно, вот именно что с песней, да. Ну, их репертуар, как говорится, все еще широк и исполняем со всех сторон. Ладно, от глобальных традиций к общечеловеческим. Сейчас продолжаю читать вашу монографию. Правильно, это общечеловеческие ценности и традиции. Продолжаем. И, значит, исходя из вступления в том числе... Вы только до вступления дочитали? Я начинаю. Нет, я имею в виду заметка по вступлению. Есть такое все-таки предположение, проверите или подтвердите, что, составляя монографию, вы все-таки испытывали со стороны МГУ и так называемого преподавательского состава, который там работает на исторических, так сказать, должностях и позициях. Вот и стоит должности, это вы очень точно заметили. Некое сопротиводействие линии партии в плане исследуемых документов и государственной позиции. Хотелось бы узнать от вас вот что. Вот, например, сейчас, конечно, ЕГЭ затормозило поступление у новых студентов в университеты, но... Вообще, понимаете, ЕГЭ – это большой тормоз интеллекта, я вам так скажу дальше. Да, спасибо. И что бы вы, допустим, посоветовали молодым историкам, которых все-таки занесло на Истфагерс в университетах своих городов, чтобы вести исследования вне зависимости от так называемой линии партии, которые с преследованием по линии, которые, видимо, сталкивались ими? Понятно, вы немножко смешали разные темы, но, во-первых, я призываю всех, чтобы не, так сказать, не то, что там Рабинович напел Каруза, да, а читайте, что у меня написано в монографии, там будет вам все четко изложено, конкретно с именами, кто противодействовал, кто помогал и прочее, прочее. Потому что в общем были разные люди, есть разные люди, да. Допустим, Академия наук в лице многолетнего директора Института российской истории Академии наук, у нас выше по, как бы, ну вот административно по истории России нет, в лице Сахарова Андрея Николаевича, он почти 20 лет меня поддерживал, вот всю мою, еще со студенчества, творческую деятельность, он всячески поддерживал, и Академия наук полностью моей концепции поддерживает. Почему? Потому что, может быть, знаете, ну многим, как бы, это, может быть, даже не очень нравится, но это настолько доказательно сделано, что это нельзя не поддержать, да. Что касается МГУ, вы должны помнить, что когда и при каких обстоятельствах был создан ИСТФАК МГУ. Он был создан Сталином, до этого был там филологическое, историческое отделение, потом сделали это специально, когда перешли от идеи мировой революции к идее псевдопатриотизма, кстати говоря, для той же войны, для, так сказать, того, чтобы революцию мировую продвигать уже нападением на Европу, войной, потому что сами европейцы не захотели большевизма. Значит, чтобы подготовить население к атаке на Европу, необходимо много вранья, много вранья про историю, про врагов и прочее. Для этого специально для пропаганды был создан ИСТФАК МГУ. И вот он так перерождался, перерождался, поколение блатных пропагандистов, прочее, прочее, прочее. И я про это уже много писал, говорил, что к этому возвращаться. Поэтому, конечно, вот годы моего обучения в МГУ, это была постоянная борьба с этими пропагандистами. Несколько было там и затесавшихся, мучающихся, скрывающихся, партизан, приличных людей. Но и мои статьи, знаете, у меня вот 3-4 основных моих статьи, концептуальных, они вышли в сборниках, в научных сборниках МГУ. Опубликованы, когда я был студентом еще, да? То есть вот кто-то сказал, а вот надо опубликовать, да? Хотя там потом говорят, вот, вы всех подставляете, нам не дадут грант и прочее. Они же боялись не за какой-то там липовый патриотизм, да, псевдо, а за гранты и прочее, и прочее, за должности. Вот за что боялись. Это же такие герои, которых мы знаем. Вот. Так что, что я могу посоветовать, как изучать? У вас есть документы. Ребят, у вас есть физически, потому что, вы знаете, ну, если документы войны 12-го года уже давно 95% опубликованы в открытых источниках, огромное количество к столетию, что было не опубликовано, я в монографии своей доопубликовал, понимаете? И вы можете их изучать напрямую, документы. Что касается Второй мировой войны, да, у нас закрыты многие архивы. Я считаю, что это просто историческое, гражданское преступление. Я вообще не понимаю, если у нас так все хорошо, мы такие мирные, замечательные, чего же скрывать-то, да? Вот чего тогда скрывать? Но закрыто, и каждый раз переносит, переносит открытие. Но я вам скажу так, что для понимания того, что произошло во Второй мировой войне, того, что опубликовано, я вас удивлю, уже достаточно, если с умом подойти. Плюс у любого из вас, вот кто сейчас смотрит и пользуется интернетом, вы можете посмотреть самое замечательное. Это кадры, хроники, документальные телехроники, которые тогда уже было предостаточно. Может, не так, как хотелось бы. Телефонов, смартфонов не было, легких, да? Но уже камеры были, ручные, маленькие, были портативные. И, конечно, в основном это западная хроника, английская, французская, немецкая. Потому что у них все-таки и свободы больше прессы, и лучше вообще, так сказать, общество жило богаче, и у них были ручные маленькие камеры. У нас проблема, потому что, во-первых, и недоразвитый был коллектив, и еще и огромная цензура. Но так или иначе есть. Почему я вас призываю к кадрам хроники? Потому что даже документы, то есть прям вот отчет, рапорт, это документы. Да, мы к ним должны критически относиться, кто-то мог приврать и прочее. Но представь себе, вот документ, рапорт, отчет. Человек искренен, искренен. Но мы не видим ни его мимики, ни тех, о ком он писал. А что мимика очень много с собой несет информации. А на кадрах хроники мы видим. Например, смотрю на июнь 41-го года, июль, как сдаются красноармейцы немцам. Посмотрите на выражение лица. Сначала они идут, ну, даже не в испуге, а там улыбаясь, а потом как виноватые стоят, что-то там объясняют. Есть такие кадры хроники? Это же не то, что они там ранены, взяты в плен ранеными, или идут с такой ненавистью в плен, еще что-то. Вот, разные, понимаете, есть разные, но вот это маленький нюанс, который удивляет. Посмотрите на мирное население. Оно очень странную реакцию на приход немцев. Такой у них странный эти цветы. Почему цветы? Удивительно просто. И прочее. Вы видите погоду, моду, вы видите настроение, атмосферу. Вы видите массу вещей, да? Вы можете сравнивать технику. Потому что, когда вам говорят, это легкий танк, это тяжелый танк. А здесь вы видите, у кого легкие танки, у кого тяжелые. Вы видите велосипедистов немецких, батальоны велосипедистов. Ну, представьте себе, там, до Сибири дойти на велосипедах и прочее. То есть, это надо все смотреть. И это легко вам. Любой из вас может 10 секунд это добрать, посмотреть. Да. Что-что? Знаете, не пиарить нет смысла, я даже их не помню. Они и наши, и западные, они абсолютно открыты. Вы просто набираете, там, вторая мировая кадры хроники. Можете набрать, там, июнь, июль, год 41, 43, 45, или послевоенные годы сразу, там, где разруха. Это все, вот, это очень много. Прямо сейчас вы найдете без труда. Хорошо. Простым, как говорится, углением. Да. Да, значит, возвращаемся, собственно, тоже на день сегодняшний из хроники. 13 мая в Петербурге запланировано слушание, собственно, очередного, очередного, очередное слушание по делу непосредственно бывшего доцента и спугового реконструктора Олега Соколовна. В последнее время в публичном поле и в СМИ в том числе очень сильно активизировался адвокат Соколова и достаточно сильно затихла сторона пострадавшей Анастасии Ещенко. Вам, как человеку, присутствовавшему на пресс-конференции с адвокатом Анастасии, со стороны семьи Анастасии, хотелось бы узнать, вы продолжаете следить за этим делом и в чем причина такого, возможно, затишья? Может, мы просто что-то... Да, я понял. Ну, конечно, я слежу, но, вы понимаете, это очень частное дело. У нас тут есть пандемия, люди умирают тысячами, да, и поэтому это, конечно, объективно отодвигается. Это же очень эффектная история, да, потому что комический этот доцент с двумя руками, что характерно, чужими, в мойке, в мойке ночью в пьяном виде, это такая трагикомедия, да. Но события юбилея Второй мировой и все-таки вот пандемии китайского вируса, они как бы отодвигают. Что касается этого Тарча Пачуева, ну, насколько я понимаю, его главная задача это отнюдь не что-то там вытащить этого из мойки, да, а пропиарится. Это вот в моем понимании так, и то, что мы видим, это вот подтверждает. Что касается Александры Бакшеевой, она очень профессиональный человек, насколько вот я вижу. Она делает очень большую работу, именно профессиональную, адвокатскую, юридическую. И она же не клоунесса прыгать по, так сказать, прессе, как делают вот некоторые нечистоплотные юристы, да. Она делает ровно то, что необходимо для ведения процесса. Я напомню, что был убит человек. Это не повод для такого, знаете, оголтелого пиара. И, ну, кроме всего прочего, я вам тогда, если вот спросили, открою маленькую, такой маленький секрет, что на днях будет вам, вы, так сказать, познакомитесь с одним очень-очень крупным сюрпризом, который многое перевернет в, так сказать, этом деле и ужаснет многих, поставит на место не самое лучшее. Вот. Ну, и сейчас я не буду заранее, но это будет просто такой фейерверк. Ну, щипало просто чуть-чуть. Это на Ютубе будет или где-то в каком-то другом месте? А почему мы подумаем, что это видео? Но это будет очень-очень масштабно, потому что вообще вот приличные люди, они делают редко, но масштабно. Они не мелочатся, не суетятся. Соответственно, это будет связано с делом Олега Соколового. Ну, конечно, мы же обсуждаем дело Олега, поэтому это будет сильно с ним связано. Понятно. Подвели черту. Спасибо. Значит, сейчас смотрю на непосредственно канал Здравого Смысла и хотелось бы поздравить с приближением почти 300 тысяч подписчиков. Достаточно внушительное число. И в связи с этим, конечно, хотелось бы у вас лично узнать, поскольку все-таки блог несет и ваше имя, какая команда стоит за блогом, за каналом Здравого Смысла, как он появился и как вы относитесь к ведению Ютуб-блога, потому что историки изначально не сильно ведут Ютуб. Ну, историки изначально вообще, не было у историков никакого Ютуба и интернета изначально, да, потому что все эволюционирует. Что касается канала, то им занимаются замечательные ребята, которых я знаю и не знаю. Это такие доброходы, добровольцы, но очень искренние, какие-то, как вам сказать, ну, неравнодушные, умные, неравнодушные. Изначально это вообще был как бы, ну, это, собственно, не мой канал, потому что я не знаю, как его включать, где он физически находится, у него эта кнопка. Например, урии, где у него кнопка, да, я не знаю, где у него эта кнопка находится, потому что мою нарезку, простите, вот они стали резать мои выступления из всяких федеральных каналов и прочее, и выставлять. И постепенно я понял, что с этим процессом невозможно бороться, значит, надо каким-то образом его возглавить, правильно? Вот, и несколько каналов в интернете, где публикуют только мои ролики, несколько каналов, здраво смысл, один из них. И вот эти ребята, которые просто замечают, причем они разные, потому что у кого-то там начинается сессия, или кто-то уехал там куда-то отдыхать с родителями, ведет другой, насколько я понимаю, и так далее. И я теперь это все, ну, не то чтобы возглавляю, но они говорят, вот давайте сделаем то-то, стрим. Для меня это слово новое непонятное. Ну, давайте, я буду выходить, вы будете показывать людям, да? Давайте нарежем то, давайте выставим метод, а можно у вас из архива? Я говорю, ну, приходите, пришли с флешкой, я говорю, вот эти файлы старые там с фотографиями, возьмите, и если хотите, вот надо какие-то заставки делать. Или почему? Вам достаточно стоп-кадр, вот я выступаю сейчас, делайте, нет, надо там, чтобы были какие-то современные эти, ну, делайте. То есть, опять, если от меня это не требует времени, да, делайте вот как хотите, пожалуйста. Поэтому замечательно, ребята, и этот, как бы, канал моего имени, да, вот, я считаю, что он сегодня действительно носит такую и научную, и просветительскую, и эстетическую, и даже развлекательную, что очень важно для здоровья в наше время, нагрузку. Вот такие вот ребята, очень разные, из разных городов, потому что они эти, интернет, чем он интересен, тем, что кнопку нажал здесь, а, значит, там, из мойки достали там, понимаешь, вот так вот. Ну, понятно. В связи с этим как раз узнаваемость на улице-то у вас увеличилась? Что? Ну, в те разы, когда вы выходили на улицу до пандемии, узнаваемость на улице у вас увеличилась? Ну, я не знаю, не думаю, потому что была и до этого колоссальная узнаваемость. Я же уже последние лет 20 на этих чудовищных ток-шоу, и там первый, второй канал когда-то, там эти все семейные обсуждения, когда приводили алкашей, и вот сажали народных артистов, депутатов, историков. И что вы думаете по поводу этого семейного, значит, вот там, я говорю, ну, вот антропологически это так, а мне говорят, ой, какой вы злой, да, там эти ток-шоу, когда она вышла за алкаша, он ее бьет, она от него нарожала 48 детей, значит, он ее опять избил, и вот их всех привели на канал, и им говорят, ну, помиритесь, и рожайте еще таких же дебилов, уродов, бандитов, наследственных алкашей. А я говорю, ну, вы знаете, ну, может, лучше не нужно бы ей возвращаться, и, может быть, подумать, вот 49-го ли от алкаша рожать ли, и все эти, значит, разнонародные псевдоартисты, накрашенные эти артисты, значит, и такие же депутаты, они говорят, какой вы злой, ай-яй-яй, надо еще 48 от него нарожать, и пусть они идут дальше в армию, понимаешь, вот все эти алкаши, пусть они дальше найдут свою курицу и бьют ее, а потом мы это будем обсуждать, вдалбливать в население, чтобы население было вот таким, вот, не знаю, слышно было по дереву, значит, дебилем, чтобы правильно голосовало и прочее, прочее. Вот, и это много ли отлилось, я ходил, потом стало скучно уже политически, политически вы видели, как я отымел там этих, этих, пропагандистов прочее, поэтому узнаваемость уже была огромная, а сейчас, да, ну, тебе добавились, добавились совсем юные, даже не школьники, а вот там средняя школа подходит, в общем, я-то совершенно, я против, я против той эстетики, которые им, которые в них вдалбливает интернет, но так или иначе, почему-то, вот я для многих стал прямо героем, я то, что мне пишут, то, как подходит, с какими глазами ко мне на улицу подходит, это фантастика, но это, конечно, не все, но изумительные есть ребята, просто изумительные, восторг. Хорошо. Как ни странно, хочется коснуться еще большого числа политических комментариев по сегодняшнему дню, которые увеличены, ну, есть у вас на канале. Зайду в Витте Вата. Должно ли некое количество политических комментариев перейти у вас в качество? Есть ли у вас некие политические амбиции на создание некого публичного объединения? Значит, по поводу политических амбиций. Вот видите этот бокал, да? Сейчас я его на рубашку, о, он так виднее, так, на светленькое, да? Вот этот бокал, это эпоха такой зрелой, может, даже перезрелой королевы Виктории. Это XIX век, Англия. И, вы знаете, я очень люблю красивые вещи, эстетику, вообще наслаждение жизнью. А вот то, что вы так витивата, и то, что у меня вся личка заполнена, заполнена, давайте, возглавьте, там, бросьтесь, там, на амбразуру, на крем или прочее, прочее. Если бы еще это что-то бы... Ну, возглавлю. Ну, чтобы это изменило, посмотрите на эту антропологию, посмотрите на этих приматов. Что с ними можно сделать? Ну, вот возглавлю, да? Ну, вот перерастет там ваше количество в мое качество. И что, да? Во-первых, мне нужно будет вставать никак, я аристократически встаю, а рано с утра, чтобы прийти на заседание, и передо мной сидели эти, значит, коррупционеры. А я им говорю, давайте, значит, для народа. И они подумают, ну, старик рехнулся совсем, реально, понимаешь, просто рехнулся. Для какого мы тут, пожалуйста, Майами-Ницца туда пилим, выносим, а этот, значит, народу подумают, либо очередной лицемер, либо какой-то шизофреник пришел, да, к власти. Поэтому я даже смотрю этот вот, ну, этот, который в бункере. Где-то года полтора назад, я помню, какое-то заседание, там с блокнотом сидел, блокнот. Значит, у него блокнот, там что-то написано. Он очень вниз так в этот блокнот, вокруг за столиками сидят, по-моему, даже чуть ли не у вас было, где-то выездной что-то, сидят эти все вот распильщики. И он по блокноту, уткнувшись, говорит, как мантру, что давайте, ну, наконец, для народа подумаем. Я смотрю эти физиономии, они друг на друг переглядываются, просто, так сказать, в ужасе, понимая, что либо старик просто уже сумасшедший, либо с чего это, с какой вообще, что с ним, зачем он нам это все. Это было замечательно. И я не хочу, чтобы на меня так же смотрели. Поэтому, с другой стороны, с другой стороны, понимаете, действительно, если мы не занимаемся политикой, политика занимается нами. И я же предрек в том году репрессии в этом. Ну, вот у нас такой ползучий государственный переворот стал начинаться. Потом красный вирус китайский его временно размазал по стенке. Но все равно так или иначе летом или через год произойдет. И, как я предрек, будет репрессия. Они уже начинались. Так, конечно, они должны были полностью начаться после принятия документов, закрепляющих государственный переворот окончательно. Но вот этот китайский вирус, он подкорректировал планы. Но они обязательно начнутся, эти страшные репрессии, и усилятся. И поэтому, конечно, нужно. Ну, нужно. Но вот вы хотите, чтобы я вместо этого бокала смотрел не на этот бокал, а на физиономии вот тех, которые там, как вы, почему там Сидоров недополучил пенсию под Сактывкаром? Почему? Давайте. А он сидит, ну, почему он должен думать? У него-то все хорошо здесь. Он переехал из Сактывкара здесь, сюда, занял должность, распилил в центре, тут и в Италии, на Комо. Все хорошо. А почему он должен? А я требую. Зачем? Понимаете? То есть тоже надо же с умом подходить. Давай дальше. Это считывается. Спасибо. Далее. Ну, соответственно, завершаем про ежедневные привычки. В Москве, если я правильно понимаю, ввели все-таки обязательный масочный и перчаточный режим. Вы стараетесь его придерживаться, выходя на улицу, или на улицу не выходите вообще? Нет. Если честно, хотя я в центре Москвы живу, я не знаю, чего ввели в Москве. Меня вообще, я не очень интересуюсь деятельностью вот этих, кто у нас сейчас? Собянин, да? Что они там, не знаю, что делают. Я считаю, что, конечно, маски нужны в определенных случаях, обязательно. Я первый, кто стал говорить о карантине, я обратился официально к правительству, это опубликовали СМИ еще в начале февраля, я просил этим заняться, когда было вовремя. Сейчас это уже, ну, пожалуйста, но это, знаете, уже достаточно поздно, как обычно. Вот. Масочный режим. Но я повторяю, ребятки, вот что вы так, там маски, и так большинство, абсолютное большинство населения, не только в России, по всему миру, всю жизнь живет в масках, потому что люди врут себе и окружающим. Они живут ни с кеми хотят, трахуются, ни с кеми хотят, едят, ни что хотят. Говорят, ни что хотят, ни про политику, ни про родственников, ни про личность, ни про жену, ни про мужа, ни про историю и так далее. Они всегда в маске и так, годами и веками. А тут вам сказали пару недель поносить, и вы прям, ой, это, плохое, что никак на Западе не раздают и не дают большие деньги просто во время карантина, потому что народу показали абсолютно заслуженный населением кукиш. Ну, абсолютно заслуженный. Этот народ терпел крепостное право, этот народ терпел православных попов, этот народ терпел Сталин, этот народ терпел этого хряка-хруща Брежнева, когда он уже не помнил, как его зовут, Бравастова, Гековичева Горбачева, алкаша Ельцина, вот, потом, значит, с нулевым рейтингом Ельцин говорит, что вот мой преемник Путин, о, ура, 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 ты только что был КГБ мучился, а давайте за КГБшника, да, и так далее. Этот народ терпел, терпел, в итоге ему по итогам этой вот всей деятельности народной показало правительство кукиш, сидите, значит, дома, а денег мы вам, значит, не дадим. Я считаю, абсолютно заслуженные те либеральные, псевдолиберальные негодяи, которые критикуют наше замечательное правительство, вот, которое, значит, плюет на народ населения, они, конечно, ну, просто вражие голоса, я считаю, просто вражие, потому что это справедливость абсолютная, и вот бизнес, не поддерживает бизнес, малый бизнес накрылся, вы понимаете, вот я, поскольку я говорю об истории правду, и поскольку я в оппозиции, я не могу, значит, работать в институте и так далее, то есть не на что как бы жить, я могу только получать вот с лекций, с выступлений и так далее, интернет-канал, и меня этот бизнес как ученого, как деятеля общественного не поддерживает, да, то есть они не поддерживают тех, кто борется с властью ради того, чтобы народу что-то дать, да, не поддерживают, но если они не поддерживают, но если они не хотят поддерживать, если они таким образом поддерживают власть, значит, и очень правильно и заслуженно эта власть их, так сказать, заставляет сосать этот кукиш, понимаете, это абсолютно справедливая ситуация, вы можете обсасывать мифы, вы можете обсасывать поражение там в русской армии в Бородинском сражении называют победой, пусть которой драпанули до Москвы, сдали Москву, сожгли Москву собственными ранеными, сбежали до Тарутина и разграбили все окрестные деревни, но правда, крестьяне не остались в долгу, пока солдаты русские грабили деревни, крестьяне разграбили Москву до вступления Наполеона, поэтому, понимаете, здесь все как-то очень органично, вот, и зачем нарушать, чтобы я возглавил, какое-то качество дал какие-то, здесь все очень органично и без меня происходит прелестно. Ну, я подвести гром хотел, вы сейчас конкретно из дома не выходите и продолжаете работать там? Нет, ну, я выхожу, я прогуливаюсь, вот как я прогуливался, я вокруг дома, тут птички, черемуха, между прочим, очень-очень такая черемуха, да, но в метро я не езжу, но я, правда, и так не езжу в метро, я не знаю, что там происходит, вот так. Хорошо. Ну, и тогда завершим на легкой гедонистической нотке. Вот представьте, у нашего стрима существует зритель, который уже прочитал про первую научную историю войны 1812 года, из каких-то источников уже нашел про танго в одиночестве и узнал о вашей первой книге и тоже ее прочел. Какую специальную литературу для того, чтобы лучше раскрыть для себя понимание процессов во Второй мировой войне, вы бы посоветовали ему прочитать и во Второй мировой, и в войне 1812 года? Тоже мудреный вопрос про войну 12-го года, если он прочитал мою книжку, он знает больше, чем нужно. Вот. Про Вторую мировую войну, если он прочитал мою книжку по 12-му году, он знает тоже все, потому что ничего не изменилось, кроме имен. Если, ну, допустим, вот, я просто открою страшную тайну. Значит, так называемые homo sapiens это приматы. Приматы, в принципе, одинаковые. И если одного зовут там Сидоров, другого Петров, а там одного Мюллер, другого там Смит, это очень мало что меняет. Если он прочитал «Танг в одиночестве», да, если он смотрит мой канал, то он понимает мир настолько глубоко, что его походы одного батальона туда, другого батальона сюда уже не интересуют. Чтобы знать, ну, очень конкретно с именами и правильно, концептуально «История Второй Мировой», вам необходимо все-таки, я думаю, дождаться моей книги, потому что, ну, вот, если бы уже были созданы такие книги, да, которые бы точно, совершенно и правильно, концептуально рассказывали о том, что и почему случилось во Второй Мировой, я бы, наверное, сидел бы, лежал бы, отдыхал и наслаждался круглые сутки сиренью, а не только полчаса, и пока не сиренью, пока черемухой. А я все-таки вот занимаюсь, в том числе и книжками, да, поэтому это необходимость, потому что такой книги еще нет, огромная литература есть, но, как правильно сказать, что обо всем успели сказать, но не обо всем успели подумать. Вот, что касается вообще вот этой ситуации, да, и прогулок, и Второй Мировой, сегодня я вам хочу поделиться с вами очень приятной новостью. Дело в том, что обычно меня всегда годами будет в этот день с утра, прям очень, почему-то у них очень рано, в пролетарии, но они пролетарии, в пролетарское время, они почему-то днем не могут это, чем днем будет хуже. Страшные вопли, хриплые вопли директрисы школы и чинуш, и со двора школы, они с утра начинают страшно визжать, по звукам это страшнее, чем речи Гитлера, просто такая агрессия какая-то чудовищная. Что они говорят, совершенно непонятно, потому что они не знаю, не умеют, видимо, пользоваться западными микрофонами, и плюс они не знают законов акустики, ставят там во двор закрытые микрофоны и орут на малолеток, орут, но у них как бы это такой пищеварительный процесс, у них все существование, оно такое формализованное, да, то есть вот от того, как примат выпал из, в общем, оттуда до могилки дешевой, вот они все должны какие-то эти покричать и прочее. И сегодня этого не произошло, то есть в китайском вирусе, который очень страшный, отвратительный и печальный, есть позитивные моменты. И сегодня для меня вот такая благородная, за окном благородная тишина, что гораздо лучше, мне кажется, для дня воспоминания погибших, и чтобы не плясать на костях, а помнить трагедию и вот день памяти и скорби, я думаю, что вот светлая и благородная тишина, это гораздо лучше, но, понимаете, слово благородство и понимание важности тишины, это интеллектуально- аристократические понятия, это не совковые, не пролетарские понятия. Но вот сегодня я с вами делюсь, что такая радость, что это тишина. И к тому же вот к этому часу уже обычно огромные алкаши горланят на улице и позорят память павших. А сегодня этого не произошло пока, то есть, может быть, еще не вечер, еще есть время, но пока, по-моему, только один там лежит, безымянный алкаш у помойки, и сегодня как-то все это проходит гораздо более прилично. Так что вот это вот я с вами делюсь как бы весенне общественно-исторически-политическим впечатлением. Наблюдением, да. И хорошо, и тогда хотелось бы еще спросить про то, чем можно тишину эту дополнить. Вот, например, в плане музыки, что бы вы могли посоветовать вообще послушать некий плейлист? Вы знаете, этот вопрос, что прочитать, что прослушать, я его уже слышать не могу, потому что я годами в интервью называю имена, годами, да, если кто-то лентяй и не может, вот ему нужно как-то концентрировано, а нельзя в одном интервью, которое этому не посвящено, концентрировано рассказать о музыке, это невозможно. А профанировать, сказать там, ну, послушайте Сидорова, это профанация, отписаться, отговориться, я это ненавижу. У меня есть такой цикл, называется «Поэзия судьбы». Я там рассказываю о выдающихся актерах, актерах, певцах, певицах, режиссёров и режиссёрах и так далее. И обязательно посмотрите, да, «Долида», «Утёсов», «Карл Готт», «Пласио Доминго», с которым я очень дружен, великий «Пласио Доминго», и уже давно ушедший от нас, как Клавдия Ивановна Шульженко. И Шульженко отнюдь не только песня о войне, причём у неё это получалось лирически, не как пропаганда, а лирически, но это прежде всего певица сердца, певица высочайшей эстетики фразировки, то есть её нельзя не изводить вот до пропагандистской певицы, как у нас пытаются сделать, и так далее. Но вот плейлист, вы понимаете, главное вообще, что ваш плейлист и любой ваш лист ни в коем случае не зависел от дат, потому что только быдло живёт по датам. Если вы хотите радоваться, либо переживать, плакать, смеяться, вы должны это делать вне зависимости от дат, а вы должны это делать от того, как ваш организм и интеллект этого желает, понимает, способен почувствовать и прочее. И поэтому, если вы хотите слушать Генделя, Хенделя, Баха, слушайте Баха, если вы способны это расслышать и в любые даты, дни и вечер, и сезон. Если вы хотите слушать вы знаете, там, пожалуйста, популярную музыку 60-х годов, замечательную, любимую мной популярную музыку 60-х годов, потому что была ещё мелодия, был голос, слушайте, тоже нужно. Если мы говорим о том, что сегодня, видите, у нас не такие невесёлые времена в связи с пандемией, то я бы советовал, конечно, и очень такую куртуазно-весёлую музыку, как оперетто. Оперетто – это жанр уникальный, это жанр радости драматургической, радости с куражом, радости с каскадом, радости очень обаятельной, несовременной, где есть перчатки, трости, боа, платье со шлейфом, где есть юморы, шутки, тонкие, эстетские. Вот оперетто я советую, в хороших постановках, несовременных, а либо, когда это было качественно, в СССР была отдушина, кстати, оперетто, отдушина, там не было пропаганды, почти, и когда ставили Кальмана, когда ставили Легара, почти, ну, там сложно пропаганду, делали и наши, естественно, оперетты, и такие пропагандистские, про современность, но это отдельная тема, но настоящая оперетта, Кальман Легар, Целлер была изумительной, и, конечно, звезды, Татьяна Ивановна Шмыга, с которой тоже очень одружил последние годы ее жизни, Великая Шмыга, кстати, тоже о ней сделал передачу, обязательно слушать, и вот эта эпоха, Ерон, Георг Коттс, Мистер Икс, обязательно оперетту советскую, либо, ну, венгерские постановки, там ведь не обязательно слова понимать, там достаточно эмоцию, артистизм, музыку, там была такая Ханна Хонти, в Венгрии, звезда, либо, кстати, если мы говорим про Вторую мировую, ну, на первом месте Марик Орёк, это звезда Третьего Рейха и звезда СССР, потому что ее боготворили в СССР, эти трофейные фильмы смотрели сотни миллионов людей, Марик Орёк, великая артистка, она и в танце была грандиозна, и пела, и артистична, красавица, я тоже, кстати, про нее сделал фильм документальный в поезде судьбы, вот, Марик Орёк, обязательно смотрите, прямо сегодня легендарный фильм «Девушка моей мечты», «Женщина моих грез», в дословном переводе, это немецкий фильм, который уже во время войны в нищете они делали, сделали шедевр абсолютный, вот, и он был трофейный, и под нее потом все советские женщины стали под Марью Кюрёк делать прически, пытаться одеваться, также улыбаться и прочее, вот это, потому что там было обаяние, сейчас обаяние ушло, там была интонация, сейчас интонация, знание об интонации ушло потеряно, у меня вот есть, когда нет эпидемии, у меня были такие семинары по развитию личности, да, ни в коем случае не подумают, что это про мотивацию, про мотивацию, это лохотрон для быдла, да, если вы не имеете мотивации, сами по себе, вы такой пустой дебил, и вам ничего не поможет, вот, а эти по развитию личности, где я помогаю людям раскрыть способности, если они есть, если их нет, ничего делать нельзя, не надо обманывать людей, ничего нельзя, если бездарный, значит бездарный, вот, как раскрыть способности, дальше, как себя преподнести, жест, мимика, интонация, звук, голосоведение. То есть исключительно материальные, технические приспособления для развития личности. И вот я там объяснял, что такое интонация. Интонация, знание об интонации утеряно практически безвозвратно, как, вы знаете, как вот такое знание. Ведь многие знания у нас, что-то мы приобретаем, что-то мы теряем. И в том числе не только связанные с артистизмом, а и, например, вот я коллекционер, декоративно-прикладное искусство, какие-то виды стекла, в том числе глушенного стекла и прочее, определенные фарфоры, вот они утеряны, знания о том, как сделать конкретно этот тип и прочее. Поэтому ходит обаяние. Кстати, из декоративно-прикладного искусства тоже. Потому что вместо искусства у нас помойка в виде левацких перформансов и прочее. Так что я советую вот эту музыку с мелодией и обаянием. Благодарим за рекомендации. На этой тогда рекомендационно-мотивационной ноте мы и завершим наше интервью. Благодарим, Евгений Николаевич, за уделенное время для нас. Было действительно приятно и познавательно. С вами был Питер ТВ. Евгений Николаевич Паносенков. Хороших выходных. Спасибо.